здравствуйте добрый вечер в первый раз наверное за всю историю своего выхода в прямой эфир я выхожу в эфир вечером не знаю насколько удобно вам я на самом деле не очень любитель работать по вечерам и давать лекции по вечерам хотя корпоративные клиенты как правило семинары лекции для своих своих для сотрудников заказывают именно конечно на вечер в конце рабочего дня в 6 7 часов вечер для меня тяжелое время я человек который ложится спать достаточно рано встает тоже рано уже так сплю на ходу вот пока вы подтягивайтесь я вас жду приветствую друзья для тех кто со мной пока не знаком я напоминаю что тема прямого эфира это питание детей насколько я поняла после последнего прямого эфира эта тема действительно очень актуальная острая и такое количество вопросов которые я думаю растянется еще не на один эфир поэтому я сразу подчеркиваю что будет формат вопрос ответ я вчера просила тех кто хочет получить ответ на свой вопрос его задать на те вопросы которые не успею ответить сразу приношу свои извинения обязательно сделаем повтор продолжение эфира поскольку вопросов очень очень много и понимаю что тема актуальная друзья сразу подчеркну в свете последних событий рамки своих компетент компетенции я нутрициолог сертифицированы в области работы со взрослыми в области работы материнства и детства сертификат у меня и спортивной нутрициологии я не врач я не гинеколог я не хирург моей команде работают врачи я работаю с хорошими врачами которым доверяю в случае необходимости своих клиентов к узкому специалисту направляю хирурги гинекологии не лечат гинекологи не лезут в область нутрициологии психологи не лезут в область нутрициологии нутрициологи не лезут тоже соответственно туда куда лезть не нужно по части психологии питания я считаю себя хорошим специалистом но что касается клинических случаев у меня есть психотерапевты тем более что не всегда к нутрициологу попадают люди у которых проблемы психологического характера связаны именно с питанием зачастую это совсем совсем другие истории поэтому благо я думаю что я нашла хорошего психотерапевта и ей отправляю своих клиентов мы работаем в тандеме со специалистами вот поэтому я считаю что лучше быть супер первым в мире классным нутрициологом и заниматься профилактикой здоровья чем быть плохим специалистом и хвататься за все вот отдыхаю я сейчас в арабских эмиратах но отдыхаю сложно сказать просто меняю картинку поэтому вы не стесняйтесь пишите вы меня из рабочего режима не никаким образом никто не выбивает тема актуальна и честно говоря ну знаете наркок хирург который везде видит необходимость хирургического вмешательства точно также я наблюдаю вокруг огромное число взрослых людей страдающих лишним весом ожирения но безумное количество детей это просто я не могу вам передать детки ну такое количество у меня даже муж он в шоке что мальчики девочки ну не просто пухленькие там с каким-то лишним весом да приятная такая привык припухлость а уже действительно дети и подростки страдающие аномальным можно сказать ожирением и собственно глядя на то что они едят какой выбор они делают как едят семьи не удивляюсь моей маму наш стол завален просто фруктами горами фруктов кого-то это наверное вергает шок и ровно также меня шокируют заваленные булочками сладостями мороженым картофелем фри наггетсами тарелки вот других семей это конечно печально поэтому собственно и нет смысла мне лезть в глубокие какие-то медицинские не касающиеся моей сферы деятельности специализации поскольку я понимаю что фронт работы для нутрициолога предстоит в будущем огромный и прошедший мой год он был как раз связан с тем что аномально большое количество обращения ко мне именно с вопросом питания детей и в частности подростков у меня на сопровождении сейчас очень много деток очень много подростков я вижу эту проблему знаю изнутри прежде чем опять приду к ответам на вопросы подчеркиваю очень много таких вопросов которые касаются построения рациона питания ребенка что касается питания ребенка у меня подход ровно такой же как и в отношении питания взрослых все индивидуально поэтому когда вы в директ не задаете вопрос про своего ребенка и не то что из корысти вас отправляю нас записаться на консультацию я просто не беру на себя юридическую какую-то там даже человеческую ответственность за то чтобы давать рекомендации не зная анамнеза не зная не знаю ничего собственно про вашего ребенка да то есть эти рекомендации могут быть только общими поэтому если вы хотите действительно каким-то образом скорректировать образ жизни и рацион вашего ребенка то лучше конечно к специалисту обращаться напрямую работать индивидуально для тех кто хочет получить какое-то общее базовое представление о том что такое здоровое питание каким оно должно быть каким должен быть рацион ребенка подростка я специально разработала детское меню я довольна всеми своими меню и баланс меню и летний детокс который сейчас очень актуален я считаю но детское меню это труд над которым я действительно работала очень много и отзывы по нему очень положительные от мамочек я думаю что вы почитаете все отзывы по ссылке в шапке профиля мне все публикую и многие мамы отметили что многие вопросы с питанием ребенка благодаря моему меню закрылись поэтому вот вам общая рекомендация это пойти в ссылку с шапкой профиля и приобрести детское меню все остальное это конечно в рамках индивидуальной работы и поэтому сейчас наверное я сказала все самое важное всю информацию по ссылке в шапке профиля кто не знает может получить и мы переходим к обещанному вопрос ответ если поставила таймер чтобы не не опоздать у нас тут и мини дискотека сегодня и и самое главное ужин вот поехали педиатр советовал начать прикорм творожки кефир ваше мнение чаще же с овощных но мнение специалистов касательно прикорма отличаются я придерживаю стандартных рекомендаций есть два типа два варианта введения прикорм это либо овощи либо каши что выберете вы зависит прежде всего от ребенка детки у которых диагностирован острый дефицит недостаток массы тела они в дефиците им как правило рекомендуют начинать прикорм с крупных изделий с каш соответственно если вес ребенка в норме то моя рекомендация начинайте с овощей с желательно сезонных овощей не обязательно и даже нежелательно да там сразу ребенка приучать к авокадо и сельдерею брокколи хвалиться этим у нас сейчас сезон прекрасные доступные овощи пойдут кабачки их разновидности цукини тыква картофель тоже не знаю почему на него все так накинулись могут мой ребенок например картофель не любит но если ребенок ест то для ребенка полисахарид сложный углевод тоже в питании прекрасен вот и все почему не с не рекомендую с фруктов потому что после сладкого банана или яблока конечно вкус кабачка ребенка не вдохновит скорее всего добрый день интересует нюансы питания детей спортсменов хоккеист касательно детей спортсменов я веду таких детишек у меня гимнастки и балерины и хоккеисты и хоккеистки были что я могу сказать здесь очень важно возраст вашего ребенка потому что подросток и маленький ребенок совсем разные вещи но общих рекомендаций нет сразу скажу почему во первых давайте разделять питание ребенок взрослый и подросток потому что часто ошибка мамы которая пытается ребенка кормить как взрослого человека девочки девушки дорогие если мы с вами прекрасно существуем и чувствуем себя на трехразовом питании можем проводить над собой какие угодно эксперименты на кефирные диеты садится на гречневые голодать после шести не есть это не значит что мы можем к этому же своих детей подводить не то что не можем мы не имеем право далее до ребенок это другие энергетические затраты это прежде всего рост развития совершенно другая история теперь ребенок это примерно до 12 лет далее идет пубертат в пубертате все немного иначе там начинается две крайности либо дети начинают переедать выходят за пределы родительского дома начинается фастфуд начинаются бесконечные сладости работаю с подростками это действительно тяжелая такая для работы категория либо наоборот девочки там в 12 14 лет манифестируют вот эти первые признаки анорексии когда девочка садится на диету и хорошо что если 90 процентов по статистике девочек за эту диету через два дня заканчивают то может случиться так что девочка уйдет в анорексии поэтому я призываю всех родителей всех мам внимательно следить за тем как питаются ваши дети в подростковом возрасте в возрасте 16 18 лет там уже может быть цвета не приближена к режиму взрослого человека за 12 до 16 лет нужно контролировать что ест ребенок стараться именно в этом возрасте обращать внимание чтобы он не садился на диету но и не переедал в случае со спортсменами нужно подходить индивидуально потому что зачастую все нарушения пищевого поведения как раз манифестируют в подростковом возрасте у спортсменов рацион четырехлетнего ребенка какое но в принципе я уже вам сказала что он не такой однозначно как у мамы в идеале если вы все таки да будете подходить к рациону вашего ребенка индивидуально то есть ребенок может быть занимается у вас активно спортом это может быть девочка гимнаст а может быть сидящий образ жизни да также вот как про подростков я говорила одно делали там 15-летний подросток и ежедневные тренировки ему пятиразовое питание просто необходимо другое дело сидячий образ жизни кроме компьютера ничего не видит вот в четыре года как правило как правило четырех пяти разовое питание у ребенка это средняя температура по больнице стоит ли кормить насильно ребенка крупами если не хочет ест в котлетах перемолот дорогие мои давайте запомним что пищевое насилие ни в каком случае не стоит применять к ребенку да и в принципе ни к кому заставлять ребенка что-либо есть категорически нельзя это приведет в последствии к нарушению пищевого поведения не заставляйте детей есть я говорю это насилие вот начинается вот с овощами буквально там до чтобы перед кем-то похвалиться что мой ребенок ест много овощей начинается вот это насилие буквально чуть ли не насилует брокколи ребенка да и такое я видела хотите что ваш ребенок ел овощи запретите ребенку есть овощи реально работает можно ли сахар заменять сиропом топинамбура дети друзья теперь сахар и его двойники это мед патока всякие сиропы финиковые агавы топинамбура и так далее кокосовый сахар не знаю там коричневый демеррера какой бы вы не взяли это все сахара более того я вам скажу даже про все сиропы что возможно даже их можно отнести группе более вредных сахаров чем сахар за счет избыточного содержания фруктозы фактически это те самые сиропы вроде кукурузного сиропа которые в своем составе могут содержать до 90 процентов фруктозы отличие фруктозы от глюкозы в том что она метапилизируется в печени грубо говоря не очень это и хорошее даже больше скажу вредная замена собственно как и увлечение всякими сухофруктами но сухофрукты по крайней мере если они натуральные высушены на солнце они содержат хотя бы клетчатку пищевые волокна в отличие от сиропов которые не содержат ничего фактически вы платите за воздух потому что вы переплачиваете производители маркетологи на этом собственно и наживаются они внушают нам что сахар это вредно а вот кленовый сироп или сироп тапинамбура это полезно я вот сейчас готовлю для одной компании московской по сахару семинар и пыталась найти вообще хотя бы какую-то в русском источнике русские источники о вреде сиропа тапинамбур ничего только про пульсу хотя я вот как специалист зная химическую формулу прекрасно понимаю что это не ничуть не более полезная альтернатива не обманывайтесь как сократить сладости и ввести правильные продукты только макароны хотят но первое кто их познакомил с макаронами откуда в доме оказались макароны откуда в доме оказались сладости поймите дети они копируют полностью пищевое поведение родители и это достаточно долго именно так поэтому если в доме едят сладости если в доме едят макароны то конечно дети это будут есть я еще не видела ни одной семьи где стол был завален овощами рыбой мясом творогом где не было бы по полкам напрятана сладости конфет и не варились бы постоянно макароны и сосиски чтобы дети ели только макароны и сосиски заедали сладости детям едят то что ест вся семья так или иначе они могут есть в меньшем количестве не такой широкий ассортимент но в любом случае если вы хотите отучить ребенка что-либо есть этого не должно быть как минимум дома и вы не должны это в том числе есть если же вы прячете от ребенка конфеты а сами тайком подъедаете рано или поздно ребенок это увидит и он будет вести себя ровно так же полтора года ребенок любит жирную сметану сливки жирную рыбу нужно ли ограничить давайте начнем опять повторим что детям нужны углеводы детям нужны жиры и в том числе насыщенные жиры наш мозг состоит в основном из жиров для того чтобы расти и развиваться детям до нужно повышенное количество калорий если у нас с вами может быть гипокалорийное питание если мы можем быть в дефиците потому что мы хотим быть стройными и красивыми то детям для того чтобы обеспечивать свои энергетические потребности и расти нужно калорийное питание да они должны быть в профиците поэтому нормально что дети любят сливочное масло любят жирную сметану лип любят сливки это нормально нужно ли ограничивать я не знаю сколько этого всего съедает ваш ребенок в целом рацион ребенка должен быть также сбалансирован как и рацион взрослого поэтому если ребенок с блинчиками съедает две ложки жирной сметаны это нормально если он банками и и ест то наверное нужно призадуматься может быть ребенок где-то не доедает и почему он налегает на эту сметану может быть вы его течение дня плохо кормить и нужно анализировать но в целом это нормально и нормально что в рационе ребенка присутствуют жирные продукты как донести до родителей племянника что без искусственных сладостей детство есть ну первое что хочется сказать зачем вам доносить что-то до кого-то я понимаю мне знаете даже часто на почту пишут там я вот тетя там я сестра я брат я бабушка вот пожалуйста поработайте там с племянником с внучкой при этом вам против вам проблем не видит я в таких случаях сразу отказываю потому что от инициатива должна исходить от родителей а если это касается маленького ребенка я понимаю вашу беспокойность ну здесь наверное стоит может быть как-то ненавязчиво рассказывать вскользь какие-то вот примеры приводить может быть статьи какие-то подбрасывать полезные ссылки дайте мой блог почитать но не надо вот опять лезть со своим таким вот уставом в чужой монастырь потому что это риск того что вы просто испортите отношения знаете у меня вот профессиональная деформация я с ней борюсь мне тоже вот частенько хочется вот подойти вот даже здесь да и сказать вот буквально вот пример там да девочка вот объективно не просто полная с таким серьезным ожирением и и вот сидят родители и эта девочка сидит у нее стол завален просто наггетсами там жареным всем гора просто в этих плюшек тортиков нереально и родители на все это смотрят спокойно вот мне тоже может хочется подойти сказать что вы творите со своим ребенком ну а имею ли я на это право нет не имею не имею меня не спросили моего совета не просят и собственно зачем я буду лезть вот поэтому не благодарное это дело но я вас хорошо понимаю правильно ли детей кормят школе ну я не знаю в какой школе учатся ваши дети школы разные но если взять среднюю температуру по больнице я работаю со школьниками я работаю с подростками и многие родители именно обращаются ко мне с запросом когда там ребенок идет в школу или особенно вот старшеклассники питание конечно оставляет желать лучшего и и это конечно боль питание в детских садах которые зачастую вот как раз нарушает да весь режим и избивает все правильные представления здоровом питании ну и в школе это вся тенденция продолжается там еще проблема в отсутствии в принципе нормального количества времени на полноценный прием пищи у меня дети подростки там буквально за 10 минут мы должны успеть от класса к классу перебежать что-то там достать все прочитать подготовиться еще и покушать то есть наверно большая проблема еще в отсутствие времени на полноценный нормальный прием пищи поэтому при питании школьников ключевое должно быть чтобы вы обеспечили хорошее полноценное здоровое сбалансированное питание в то время когда ребенок находится дома это завтрак обед ужин и обеспечить хотя бы один полноценный хороший перекус ребенку с собой в школу благо пока в россии не возбраняют брать еду в ланчбоксе ребенок не ест сладкого осени в сад там сплошные йогурты как быть ну там не только сплошные йогурты хочу вас расстроить там и пас пострашнее есть вещи насколько я понимаю но смотрите ситуация сложная я тоже свое время с ней столкнулась до меня стал выходом частный сад и то мы берем еду с собой если не получается договориться в саду то пытаться взять какую-то наверное справку может быть у аллерголога что у вас аллергии на какие-то продукты и просить ребенку не добавлять если ребенок до трех четырех лет питался здоровой полноценной пищи и пример семьи положительный у него уже сформировались определенные привычки при страсти он не имеет привычки например там есть то что ему предлагают дают да то есть но мы же закладываем в детей определенные привычки и правила поведения пищевого то в принципе с ним а можно и обсудить что например а вот это ты будешь есть вот это лучше не кушать из этого лучше выбрать вот это то есть например я саму ребенку пятилетнему ничего не запрещаю есть она ни у кого ничего не берет не на площадках потому что у нас такой манеры нет и у родителей в саду также она знает что можно что 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 следует есть что не следует есть дети не так глупы поверьте если вы не будете паниковать если вы будете показывать собственным примером рассказывать и предлагать альтернативу то в принципе наверное саду можно как-то выкручиваться и не будет ваш ребенок есть эти сладкие йогурты договоритесь и будете передавать в баночках в упакованные свои йогурты под свою ответственность утром овсянку с ягодами достаточно ли детям или нет и можно ли хлеб цельнозерновой ну во первых достаточно или нет это ответит только ваш ребенок то есть вы же по ребенку видите достаточно ему или нет если через час он начинает бродить вокруг кухни просить конфеты то явно недостаточно если говорить об общих рекомендациях то все-таки я считаю что в прием пищи тем более в завтрак это должен быть полноценный прием пищи сбалансированные по белкам жирам и углеводов что означает да овсянка это у нас сложный углевод ягоды это у нас клетчатка тоже углеводы поэтому неплохо было бы например в эту овсянку добавить масло сливочное я вообще считаю что это обязательно детям добавлять сливочное масло в кашу это полезный источник жиров возможно молоко как источник кальция источник белка и неплохо бы например если ребенок еще съест например сыр съест яйцо съест йогурт на десерт или творог то есть какой-то хороший белок в том числе это даст ему полноценную сытость особенно если этот ребенок уже дошкольного возраста или младшего школьного возраста можно ли детям хлеб цельнозерновой конечно можно почему нет почему нельзя хлеб цельнозерновой это отличный источник углеводов и кстати неплохой тоже и перекус например сэндвич домашней куриной грудкой запеченной пастормой ребенку например в ланчбокс собой положить в школу что вы заказываете для или на в кафе и ресторанах кафе и ресторанах и алине заказывают то что она хочет это всегда сыр и овощи она очень любит помидоры огурцы у нас не очень кстати как многие там думают широкий ассортимент и лена не очень любит разнообразные овощи у нее все достаточно просто она вообще моно-мона едок такой у нас сначала ест помидора потом морковку потом огурцы вот она очень любит определенные отварные овощи но здесь тоже у нее как как по по настроению то есть это может быть цветная капуста то может быть кабачок то может быть брокколи как правило в меню что есть мы обсуждаем картошку вот она ни в какой форме не ест только в супах а вот и курицу мясо она очень любит курицу мясо рыбу но рыба предпочитает красную белую как-то в нее так просто и не предложишь вот скумбрию недавно распробовала вот и все собственно рис ...покормили, потому что зачастую дети, опять же, очень быстро... ...поэтому лучше пусть это будет 4-5 разовое питание полноценное. Причина – это ограничение, это запрет, это когда мама кричит, нельзя ни в какую, ни в каких обстоятельствах, бежит, запрещает, прячет, что угодно делает. И тогда, конечно, ребенок, когда в свободном доступе дорывается, ему все это интересно, и он хочет все это съесть. ...папа с мамой категорически запрещали детям постоянно, причем так все это было в ультимативной форме, отнималось, отбиралось, вот, и они как-то отвезли к бабушке и дедушке, а там все это, соответственно, было в доступе, и папа рассказывает, как вот он открывает дверь буквально... ...комнату, забивается в угол, и все эти конфеты в себя максимально пытается запихнуть. Ну вот, это совершенно неправильная история, и, конечно, ребенок будет... ...состояние. Вот, ну, много у меня таких в практике. ...нужно предлагать разнообразие. Вот и весь ответ на ваш вопрос. ...кукурузная, полбиная, амарант, киноа, гречка, гречка, это вообще просто кладезь. ...все возможные виды бобовых в том числе предлагаете детям, ну и хорошие макароны в том числе. Почему нет? Не готовьте их сжигать. Квашеная капуста малышке полтора года. От соли промывая кипятком. Любит очень. Ну, знаете, вот я не очень люблю эти истории. Я уже в прошлом эфире рассказывала про квашеную капусту, про маринованные огурцы и грибочки. Эти эксперименты, если вы хотите ставить эксперимент, ставьте их на папку. ...квашеную капусту, то есть безопасную по микробиологии, но тем не менее... ...если любят, промывайте, дозируйте. У ребенка ферритин 17. Это может быть причиной плохого аппетита. Друзья, ну смотрите, про ферритин вопросов очень много. Тут можно целую лекцию давать про ферритин. ...взрослых, которые гонятся сейчас за тем, что ферритин соответствовал здоровому весу. Железодефицитную анемию ставят и смотрят показатели. Многие начинают некоторых показателей в общем анализе крови, заканчивая, там нужно и трансферин смотреть и много чего. ... ... ... Ну смотрите, детский творожок это другой способ производства. Я не технолог, возможно меня смотрят технологи и они меня поправят. Но, насколько я понимаю, детский творожок изготавливается, производится методом мембранной фильтрации. То есть, идет фильтр, да, ... ...правится практически полностью, там, ну соответственно, белки, все фракции. И в основном все витамины и микроэлементы. То есть, с этой точки зрения он очень полезный. Кроме того, детский творог, он не просто так называется дердским, его сертифицируют. Соответственно, он однозначно безопасен. Определенное молоко, определенное сырье идет для производства детского творога. И самое важное для нас, это творог определенной кислотности. ... 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 Никаких фермерских творогов, никаких у бабушки, никаких... ... ... ... ... ... ... ... ... По крайней мере, милые мои дорогие, не детям. Поймите, промышленный творог – это натуральный творог. Это натуральный творог. Ключевое слово – он безопасный. Соль. Ну, давайте начнем с того, что соль содержится во всех натуральных творогах. Ребенку я не рекомендую. Вот, однозначно, когда ваш ребенок перейдет на еду с общего стола. Вот как вы делаете, как вы готовите себе, так? Рекомендации для взрослого человека – не более 5 граммов соли в день. Мы едим значительно больше. Соль и сахар – это то, что добавляют практически во все продукты питания. Для того, чтобы мы на них подсаживались и зависели от них. Поэтому, если вы готовите, а я призываю готовить дома, дома... Ставить солонку на стол, чтобы каждый член семьи посолил по вкусу. Как быть, если в семье только один родитель привержен из правильного питания? Работать со вторым родителем. Ну, как правило, папы не придерживаются правильного питания. Но здесь подсовывать им какие-то интересные материалы, зачитывать им скользко статьи. Пап хорошо мотивирует чувство ответственности. Ответственные папы, они понимают, что они кормильцы в семье. И поэтому очень здорово прибегать к мотивации, собственно, их здоровья. Да, объясняем, что здоровое питание продлит их функциональную, качественную жизнь. А дальше уже взывать к их отцовским инстинктам и чувствам. И говорить о том, какой вклад питания родителей вносит в будущее, в здоровое будущее ребенка. Здесь вот так тонко, грамотно, вот чуть-чуть вода камень точит. Работать с папиной мотивацией. Ну, редкий папа не захочет, чтобы его ребенок был здоров. Я так думаю, что все-таки большинство папа, они заботливые. И они заботятся не только о том, чтобы принести денежку в дом, да, но и о том, чтобы семья была здоровой. Вот, поэтому работайте в направлении папиной мотивации. Давите на его состояние здоровья, там, подкидывайте ему какие-то интересные статьи, зачитывайте, где-то случайно что-то положили, книжечку какую-то, ссылочку скинули, какую-нибудь полезную радио послушали. Ну, вот так постепенно работайте с папой. Что делать, если как только снижаю калорийность, сразу начинаются сбои в цикле? Так, этот вопрос не касается детей, но коротко отвечу, раз уже открыла. Не снижайте калорийность. Ну, вы же сами понимаете, какая глупость потерять цикл из-за диеты или ваших глупых установок. Ну, по-моему, глупее ничего быть не может. Извините за грубость. Как понять, перекармливаешь ребенка или нормальной порцией в 2-3 года? Ну, понять можно, во-первых, если у вас ребенок с ожирением, а есть определенные стандарты, то однозначно вы перекармливаете. Если у вас ребенок нормальный, физически нормально развивается, отстаньте от ребенка. Как убрать вредные сладости из рациона? Запреты вызывают еще большее желание. Ну, правильно я сказала. Запретный плод сладок. Вам нужно, прежде всего, заняться структурированием питания ребенка. Я еще не видела в практике, знаете, очень много приходит на консультацию с такой проблемой, что ребенок не ест ничего, кроме сладкого. Вот у меня таймер сработал. Скоро будем завершать. Я не видела еще, что ребенок, который питается полноценно и наедается, питается одним сладким. Как правило, сладким питаются дети, либо которым эту сладкость запрещают, категорически не дают его ни в какой форме, не предлагая даже здоровой альтернативы сладостям привычным. Либо дети, у которых вообще не налажено, не сбалансировано, не структурировано питание. Поэтому займитесь рационом своих детей. И вот, правда, каждая вторая мама приходит с такой проблемой. Только мы решаем вопросы структуры питания, только мы подбираем ребенку режим, рацион, соответствующий его потребностям и возрасту, и все проблемы с перееданием решаются сами собой. Так, друзья, у меня остается совсем мало времени. Буквально 5-10 минут я сейчас потрачу на несколько вопросов, которые прозвучали в эфире. Я понимаю, что вопросов крайне много, обещаю, что эфир повторим. Так, несколько вопросов, и я иду к своему ребенку. Так, есть ли вопросы в эфире? Мне кажется, что-то было. Ем топинамбур, думаю, сироп полезен. Вот зря вы так думаете. Полезен сам топинамбур. Привет, Сережа. Так, а мозг не с белка состоит? Не с белка. Понимаете, белок, мы, собственно, есть белок, да, как говорят. Но вот именно, что касательно мозга, то почитайте, это очень будет любопытная информация, что вот именно мозг, и это жир. Ест ребенок только холодную еду, кашу, овощи с мясом. Горячую и теплую не ест. Как-то грамотно вне лить горячую еду и нужно лить. Ну, горячая еда, в принципе, не считается особо полезной. Самая хорошая еда – это комфортные температуры. Ну, наверное, он же у вас не ледяную ест еду. Если он ест еду комнатной температуры, ну и пускай ест. Ничего плохого в этом не вижу. Поменьше парьтесь. Правда. Какие проявления китоза у детей? Ну, во-первых, начинается нарушение обмена углеводного. Бывает, что ацетоз случается, да, вот эта вот необоснованная рвота и запах ацетона у детей. Не надо до этого доводить. Сколько орехов можно ребенку 11 лет? 11 лет – это уже должно быть сбалансированное питание. Там вопрос не сколько орехов можно, а что в целом ест ребенок, понимаете? То есть, как и со взрослым, как и со взрослым ситуация в балансе. Наверное, не очень хорошо, когда ребенок ест 100 граммов орехов, да, потому что жиры те же нужно получать из разных источников. Так ли важно следить за количеством употребляемых за день воды? Что касается воды, я уже на этот вопрос много раз отвечала. То, что нужно пить по 3 литра воды в день, придумали продавцы воды. Вот. Воды нужно пить по жажде, по потребности. Если вы думаете, что вы будете пить много воды и похудеете, да, это уже к взрослым женщинам говорю, то это глупость, это насилено своим организмом. Избыток, членое количество воды – это тоже не полезно. Поэтому, если вы хотите пить, пейте. Учитывайте, что супы, фрукты, овощи – все это содержит достаточно большое количество воды. Поэтому не нужно себя насиловать водой, не нужно ходить все время с бутылкой воды. Это абсолютно не нужно. То есть, с молочной кухни нельзя творог и другие продукты? Я не поняла, почему нельзя с молочной кухни? Если на молочной кухне сертифицированное детское молочко, творожки, кефирчики натуральные, без сахара, без всяческих добавок, то, конечно, используйте, добавляйте их в рацион детей. Почему нет? Аллергию можно вылечить правильным питанием? Не поняла вопрос, что за аллергия. Как относитесь к козьей продукции? Отношусь к козьей продукции хорошо. Авокадо каждый день слишком калорийно. Я не понимаю вопрос, кому, ребенку, зачем. Можно ли подросткам пить кофе, капучино? Ну, кофе я лично не рекомендую. До 16 лет вводить в рацион – это достаточно такой сильный стимулятор нервной системы. Я не рекомендую. Зачем? Алёна, добрый день. Если знаете, подскажите ферритину, муж 250. Это выше нормы. Что делать? Идти к врачу. Вот, друзья, с ферритином такая история, что железо может давать очень негативную реакцию на печень. И поэтому, когда многие бездумно начинают принимать железо, могут обнаружить у себя вот такие проблемы. Люди не все далеко знают, что есть какие-то патологии печени и в работе ее. И почему я призываю не заниматься самолечением, самоназначением. Почитали, что есть низкий ферритин, и тут же пьем железо. БАДы эти пачками. Друзья мои, идем к врачу с такими диагнозами. Так, есть ли еще вопросы? Или мы разбегаемся, расходимся с вами? Я сейчас посмотрю. Лептин очень низкий, 10. Как повысить, почему такой низкий? Друзья мои, это вопрос касается ребенка сегодня только о детях. А он не принимает железо, откуда-то такое значение не понятно. Идите к доктору, правда, сходите к доктору. Это может быть серьезное... Я не буду сейчас говорить, что это может быть, да, чтобы вас не запугивать и не запугивать других людей. Но здесь есть определенные, скорее всего, проблемы с печенью. У ребенка 2 год, 9 месяцев аллергии на молочные продукты и яйца. Чем можно заменить? Или же пока в этом нет большой необходимости. Но смотрите, молочные продукты и яйца. Это прежде всего у нас что? Белок. Белок. Хороший, высококачественный белок. Значит, если нет перекрестной аллергии, то белок в рационе можно заменить мясом, можно заменить птицей, можно заменить рыбой. В том числе растительные источники белка. Это бобовые. Это богатый белком крупы. Например, кинула и гречневая крупа. Дочке 4 года. Нужно давать омегу-3. А зачем? Кормите детей и сами кушайте рыбку хорошую, жирненькую. Поэтому я не понимаю, зачем над ребенком издеваться. У ребенка атопический дерматит. Как вылечить? Мажем лучше и перестаем опять. Про дерматит можно тоже рассуждать долго. Часто это бывает особенность кожи. К сожалению. То есть, это кожа, которая требует повышенного увлажнения. И многие люди действительно всю жизнь спасаются только хорошими увлажняющими кремами. Другая история. Что эта проблема, скорее всего, и часто бывает абсолютно не связана вообще с... Атопический дерматит не связан с пищевой какой-то аллергией, непереносимостью. Часто это бывает проблема именно нервной системы. Поэтому не знаю, можно или нельзя вылечить в вашем случае. Надо детально рассматривать вашу проблему, ваш вопрос. Так, друзья, сейчас посмотрю, не было ли пропущено интересных, важных вопросов еще. Вот еще вопрос, наверное, последний, на который я отвечу. 2,8 аллергии на многие продукты. Любит кеду. Как не довести до РПП? Но, смотрите, вы не уточнили, на какие продукты у ребенка аллергия. Вот. Потом очень важно, что сделать. Я все-таки призываю к тому, чтобы, если в семье есть ребенок аллергик, то его максимально поддерживать. Если есть такая возможность, например, у меня вот на сопровождении есть детки, там, например, с непереносимостью глютена, да, там действительно диагностирована реакция. То есть, ну, совершенно спокойно, там, родители, мама убирают из своей, там, жизни, в том числе, глютен, и спокойно без него живут. Если есть в семье, например, старшие дети, у которых нет аллергии на тот же глютен, то я предлагаю поступать честно, например. Например, там, ребенку, например, у него есть продукты, которые он приносит отлично, да, то есть сказать, что там, вот, Вася пшеничную кашу не ест, но ему мы дадим, там, двойную порцию клубники. Вот, и, конечно, проговаривать с ребенком, что это не запрет, прежде всего, да, не запрещать, не вырывать из его рук конфету, например, если на нее аллергия. У меня тоже был случай в практике, да, там, мама вырвала конфету, ребенок объедался, потом у него случался отек. А в итоге, как мы поступили, то есть, ребенок, ребенку говорила, мама, да, ты можешь съесть эту конфету, но ты знаешь, что тебе после этого будет нехорошо. Поэтому решать, ешь ты или не съешь эту конфету. Вот, ребенок, положим, съедает, ему нехорошо, мама не обвиняет, она не говорит, вот, ты там, какой дурачок, ты сам виноват. Мама говорит, ну, смотри, мой хороший, ну, я же тебя предупреждала, я ни в коем случае не хочу тебе запрещать. Вот, поэтому в следующий раз ты также сделай выбор сам. Если вот ты готов переносить последствия, то, пожалуйста, ешь эту конфету. На самом деле, если грамотно подойти к ребенку, если хорошо сбалансировать его рацион из тех продуктов, доступных ему, то таких проблем, скорее всего, не будет, и не будет никакого РПП. У меня есть детки на сопровождении, которые, знаете, благоразумнее, разумнее взрослых. То есть взрослые там срываются, а детки настолько ответственно подходят к своему рациону и к своим непереносимостям, что просто поражаешься их вообще вот серьезности, их силе воли, их упорству. Поэтому здесь только грамотный, грамотный подход, и никакого РПП не будет. Так, друзья, все, наверное, завершаем. Все, последний вопрос. Все, последний. Можно ли самостоятельно побороть переедание или только со специалистом? Ну, друзья, они не знают, что за форма у вас переедания. Это может быть компульсивное, приступообразное, клинический случай. Иногда достаточно поработать с нутрициологом и сбалансировать рацион, структурировать питание. Иногда мало работать с нутрициологом и следует подключать психотерапевта. Вот, поэтому я не могу вам сказать, ну, нам всегда хочется помочь себе самостоятельно и сэкономить деньги. Вот, но я считаю, что нужно инвестировать в здоровье и лучше обратиться за грамотно и с помощью к специалисту, решить эту проблему раз и навсегда, чем мучиться и доводить не клиническое расстройство до клинического. Вот, дорогие друзья, я была рада с вами пообщаться. Тема, понимая, что острая, скорее всего, проведем еще на нее по этому поводу не один эфир. Вот, я планирую, по крайней мере, сделать их много, потому что очень много вопросов. Пожалуйста, поднимайте интересные для вас темы, с удовольствием их буду обсуждать. Думайте о своих детках, и здорово, что сегодня так много мам. Даже вот по статистике обращений ко мне на консультации за прошедший год я понимаю, насколько мы стали все в этом плане продвинуты, образованы, компетентны, насколько нам не безразлично здоровье наших детей, потому что мамы действительно понимают, как это важно, и что даже умственное развитие, когнитивные функции детей очень зависят от здорового питания и здоровых пищевых привычек. Мне это приятно. Отдыхаю в Эмиратах, и мне страшно, что, к сожалению, все-таки в общей массе таких, видимо, родителей мало. Вот, но давайте просвещать друг друга, давайте делать репосты, давайте давать ссылки на полезные информационные статьи друг другу. Давайте все делать вместе для того, чтобы вырастить здоровое поколение и детей без тех проблем, которые есть у нас с вами. Вот, еще раз прошу вас, запись на консультации по ссылке в шапке профиля. Пишите, пожалуйста, туда, ну или на почту. Купить меню мои готовые можно также по ссылке в шапке профиля. Там есть и описание, ссылка на сайт. Друзья, у меня директ переполнен, я его стараюсь по мере возможности разбирать, но получается это очень медленно. Вот, поэтому сразу приношу свои извинения. Вот, благодарю вас, желаю всем хорошего вечера, проведите его со своими близкими, родными, заботитесь о своем питании, питании своих близких, своих детей, и пусть все будут счастливы и здоровы. Люблю, обнимаю, эфир постараюсь сохранить, если получится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok